Живу в палатке, я исследую, как Миклуха Маклай, как при Живальске шли, я родом Скамбаровске. Вот еще буду эти, буду передачу доживем, эти бревна через себя буду швырять. И это за 70 лет я начинаю познавать, где моя жизнь была, как все. А вы только живопищей сейчас питаетесь? В смысле? Ну только овощи или еще, ну, бывает временами там, рыбку? Я тебе скажу, Юру я послушал, вот тут был Юра. Ну, Яковлев, я понял. Не Яковлев, а этот Мандель. Лейбман, Лейбман, ага, Лейбман, понял. Вот я его послушал, у него опыт, он лекции читал, и я его послушал, ну и всех так смотрю, кто что. Ага. Он сказал, это года два надо, я месяца два. Это нужно переходить, значит, вегетарианскую, и так уже, здесь 70 процентов, 60... 70 на 30, потом 80 на 20, и так... Сыроедную, 70... Ну, ну, я понимаю. Он делал образно это все, конечно. А, и где-то вегетарианскую... 30 вареночки там, еще что-то... Да, нужно постепенно входить. Угу. Потому что я вижу, то резкие вот люди, аж бесноватые, энергия прет. Понимаешь? Не могут справиться с этим. Ну, как или он стал восточный какой-то, или что-то его, хоть кавказец, или что-то такое, не управляет. А если когда ты постепенно входишь и думаешь, ты ум твой работаешь, и с пищей энергетической, и получаешь энергию достойную, вот, и не владеешь ей, и подверждаешь этот желудок, знаешь уже эту пищу, вот, постепенно. С чувством мира и расстановки. Умница, мера. То есть, чтобы ум... Это одно слово, мера. Чтобы ум поспевал за переменами в теле, то есть идет трансформация в теле, идет изменение в мышлении. Все от мышления. Умница. Мышленькая, посидевшая, подружка, подружка, краткая, и очень четкая. Ну, так я, да, изучаю уже, слышу эту тему. И это заложено. Вот это европейцы наши, до Москвы, вот, опять, вот это все. Они, как тебе сказать, вот такое, вот, много слов и... Воды, куда я время потратил? Кратко сказал, и очень доходчиво. А тут пока до этого дойдет, они замудрят, они такие... Да, да. И в этом они, в этой прелести они довольны. А в христианстве, дорогой, довольны. Нет, у меня нет такой прелести. Это прелесть. Так, а скажите тогда, что еще не исключили? Мучное, наверное, или рыбку, что? Мучное, здесь мучное. Так, кто говорит, у нас, 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 у нас. Многие ее понимают. Если я к ним, как я ладил, как всяко, подклю. Потом меня тут от них душик устроило. Я начал думать жарко, они... Потом они развалили, а они не понимают. А солнце? Вы же сами видите, здесь беда. Сейчас детство сыроедство. Холод! Сырость! Какое еще сыроедство в комнате? Досы, ходим по счету. Это сыроедство и досы. А, приятно. Где... Жаркие, странные. А где чукчи живут, где одни олени, там приходится есть даже мясо. У них можно и поручиться, они... Вот эти вот, у них, где живут в этих вот... И шкура, а вот, костер постоянный. Фиг вам называется. Да, у него солнце постоянное. Вот я им такое сделал, жар. Чтобы был жар. Так и на другой день они барабан пили. Жар стоял там, ремной я внутри поставил. Вот это нужно. Вот оно праздник. Я им все... Я говорю, раз, так. Я спалил, а на следующий день я заложил. Вот хотите делать, и не принес. Но больше я не вмешал. Не раз учил. И русский. И должен прессать элитры от этих тем. А тут... А тут... А ретро, а ретро, ну, Европа. Понимаешь? Так, а что, что все-таки... Я понял, но между нами, что все-таки не исключено. Все-таки... 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 Я все делаю. Много их, а его есть нельзя. Здесь он натуральный, он безвредный. Дед Вов, вам не хватает немножко информационной подпитки, чтобы вы узнавали, например, о вреде того же. То есть, и уже трансформации ваши проходили информировано. Я тебе скажу, у меня возраст. Мой организм и твой разница. Все во времени и возрасте. Я если так резко брошусь, я бросился в Крыму. И сюда приехал никакой мышцы, все. Поэтому я взялся за себя. Переход не успел совершиться, да? Не, 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 слишком резко. А Юру послушал тогда. Все. Не, не, так и надо. Диготарянство и сыроесть проще. Но хлеб я исключил, соль исключил. Сахар исключил. Мед. Разве ты не сыроесть? Мед это нормально. Нет, я не сахарец. Ой, я все это делал. У меня, у него это все. Я ему ничего не говорю. Все ясно с вами. Воля. Русский там волевой. А до казаки вот дом еще воззем. Я еще тебя решила. Рыщи плохо не на себя. Рыщи. Рыщи. Я еще. Я хотел попросить. Я хотел попросить. Рыщи. 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 Здесь уже они пили сельмой. Пипа. А что эти тут разные. Дигорь. Это Московик. Московик. В Крыму встретил. Я в Крыму встретил, монастырь там был Фиолярный, я там немножко, и Грузин встретил, я снял там жилье, и он с второй газелью своей работал. И ты веришься, что я сделал, убить ее, оставить тут живет твое детей, зачем я ее в Москву привяз? Я сразу, оно было по закону, елась, вела и все, а там елки свободны, и кавказ, и как он. Он приехал и не узнал, а у них как? Ну, я убить их надо, пусть двое детей, пусть же нет. Вот что я тебе принял, что я сделал, что такое Москва, Питер, все города. Да, матеренушка святая сказала, потом, но понимает смысл, сам он потом, духовно. Так они уже подтонули. Да, но города все светские, цивилизация ухватила, а только Сибирь осталась. А говорят, Сибирь начнется, уже возрождение. Возрождение, да, я слышал, что сплата с Новосибирска, вот именно оттуда. От духовно они потонули, все города схвачивали. Так они даже все первые этажи зданий засыпаны. Да, да. Я в Москве с ними общался. Вот это вот русские, с конно-братскими корнями, которые держатся друг за друга. Хохлы, кубанские, у нас еще против Украины, еще вот эти хитрые, дали ветераны, все сделают в Краснодаре. Кубанские, там полицейские, и казак с ним, с дубинкой. Вот так в Краснодаре, и платят ему больше, чем полицейскому. Ну, красавчик, а что Ростов не сделает так, не дает пути? Ну, это же политический вопрос. Нет, это жизнь, это и называют политикой. Это хитрое, не дезинство, никакой политикой, не русской. Ну, да. Платил, да. Ты, власть, вот какая власть, такова и жизнь. Поэтому старобрядцы уходили в леса по всему миру, в Кавкаг, куда угодно, на Дунай я был. Измаил, везде они, и их никто не мог. Они свободны были от этой власти. И вот от этой власти нельзя с ним, Московия. А Владимир, это Владимир духовно, снова на своей круге. Владимир, крещение Руси. А может быть, вы его душа воплоти? Может быть, вы его душа снова воплотилась? Какие фактически верности? А что, есть ли смерть? Это гордыньские слова. Дезволф, есть ли смерть? А? Вот когда помрете, что случится? Нету смерти. Я тоже так считаю. У нас русских нет. Тебя душа так устроит. И ада нету. Дух, то еще он не вечно. Это делает. Нам внушили, что мы родились, а мы же этого не помним. Слышишь? Земля изменится, твое тело поднимется. И будет вновь жить, будет как Адам и Ева, когда рай. И здесь будет рай на земле. Но только те, кто устоят в христианском духе. Ну а смысл было скучного. И там в раю, и поэтому все создано. Вот это хо-хо-хо на этом животе цивилизация, реклама, путают мозги, пудрят все это дерьмо западное. Ну и там есть уголь. И там я умил. Там духовные. Духовные. А католичная церковь. Вот тогда Никон, и сейчас Мордва. И сейчас Мордва патриарх. Не суди и не беседуй о них, а поступай, как тебе говорится, совесть и руси. Не суди, да не суди будешь. Сейчас мы рассуждать. Мы хотим быть правильными. Всегда рассудили. Душу ищет нас. Рассуждение не судим. А они могут сразу сказать. Не суди. Хм, все, отойди от него. Те слова ясные. Ты ему говорил, господи, а он. Русский. Если беседовать с русским, понимает сразу. Он одно слово говорит, пять мыслей в десять. То думает, и то же слово подбирает, как ты говоришь. Вот мера, чудно. И вот, ну, это живая душа. Главное, чтобы мысли не цыганские были. Цыгане-то тоже мысли, только они мыслят как в другом направлении. Русские-то на расширение, а эти на присвоение. Ну, корни их, они индусы. Это Индии. Они оттуда пришли. У меня в Индии не было. Там, наверное, такое же, да, творится? Они их выгнали. А-а-а. У них веры не было, их не знаю, правильно это или нет, что они бросили и пошли по миру цыгане. Ну, а что они, если кочевники в носу ковыряются? Ну, не думай о них и не засоряй мозги. Угу. Ну, зачем нам не надо? Сейчас все как полуцыгане. Вот я в Балканах, брусья сьерба. Они уже как полуцыгане тоже. Я спрашиваю монаха, у вас столько по свободам, воскресеньям, миру монастырь можно привезти. А что только пять монахов? А он мне прямо говорит, безбожники. Это столько приходят. А в монастырь не откулится от этого мира. Жена, дети у них, они говорят, детки, детки, все как положено, все. А в монастырь не очень много. Ну, это сказано правильно. Последнее время очень мало будет спасать. Ну, тоже, смотрите, все эти монастырь не много. Нет, тут, брат, понимаешь, как тебе сказать. Может быть, и духовенство должно как-то. Ну, там схватили English. Да, Америка. Они только на английском. Я русский говорю. На, понимай, English. Это ты, Серка, мы вас спасали сколько. Вас бомбили 20 лет назад как. И они всунули English. Понимаешь? Угу. Они всунули English. Ого. Ого. Какие люди. Деток. Тем более вот так и ты тоже. Деток. Да, я не умею. Там где ты пропал? Палатку твою заняли. А ты здесь уже. Ладно, дитя Богу, благодарю за увлекательную беседу. Спасибо. Спасибо.